Сегодня Афины и Брюссель оценивают результаты переговоров о будущем Греции. Накануне власти страны предложили новый антикризисный план, который должен удержать Грецию в еврозоне и отсрочить дефолт. Афины согласны на существенное повышение налогов и теперь дело за еврочиновниками. В ближайшие сутки они должны одобрить новый пакет мер. Гарик Негницкий изучил предложение. Что бы там ни решили в Брюсселе, здесь, в Афинах, люди готовятся к худшему. До конца июня Греция должна выплатить кредиторам более полутора миллиардов евро. Взять их неоткуда, нужно договариваться с Евросоюзом. А там настаивают на очередных мерах жесткой экономии. Грекам тогда придется туго, альтернатива не лучше, дефолт. Бездействие нового правительства привело к хаосу, наша экономика на грани. Мы можем потерять все, ради чего принесли так много жертв за последние месяцы. Нужно давить на правительство, чтобы оно поскорее добилось соглашения с Евросоюзом. Вот чего мы хотим. Евросоюз хочет того же, иначе потеряет Грецию. Вот премьер-министр Алексис Ципрос и летит в Брюссель. Да не с пустыми руками, а с конкретными предложениями. Их обсуждение затянулось за полночь, но кредиторы, похоже, остались довольны. Как и все участники встречи, я хочу, чтобы Греция осталась в еврозоне. Сегодняшнее предложение Греции – это очевидный прогресс. Программа направлена на уменьшение бюджетных расходов. Как раз то, чего добивается от Афин Евросоюз. Но при этом греческий премьер Алексис Ципрос заявил, что пока речи о сокращении пенсии и пособий не идет. Впервые бремя реформ не ложится на пенсионеров и малоимущих. И впервые мы призываем более обеспеченную часть граждан взять на себя дополнительную финансовую нагрузку, чтобы мы могли покончить с кризисом раз и навсегда. Ципрос предлагает скорректировать так называемый солидарный налог по принципу «богатые платят за бедных». К примеру, те, кто зарабатывают в год от 12 до 20 тысяч евро, облагаются минимальной ставкой, а получающие более 500 тысяч будут платить на порядок больше. Предлагается изменить и налог на добавленную стоимость. НДС на лекарства должен составить 6%, на воду и электричество – 13%, на менее необходимые вещи – 23%. Предложенный нам проект более обстоятельный и детальный, чем то, что мы видели до этого. И мы возьмем его за основу для дальнейшей работы. Но некоторые моменты нужно конкретизировать, так что мы еще будем обсуждать его. Но если депутаты греческого парламента не проголосуют за соглашение с кредиторами, ночные бдения в Брюсселе окажутся напрасными, тогда здравствуй дефолт. Вдохновленные такой перспективой, греки приступили к осаде банкоматов, пытаются спасти сбережения. За несколько дней с банковских счетов снято около 2 миллиардов евро, а туристов, которые собираются провести отпуск в Греции, просят брать с собой побольше наличных. Гарик Недницкий, Алексей Серегин, НТВ. Правительство внесло в администрацию президента документ о продлении продуктового эмбарго. Появятся ли в списке запрещенных товаров новые позиции? Спросим Юлию Бехтереву. Деловые новости. Ну вот, например, уже предлагают запретить рыбные консервы из некоторых западных стран. Росрыболобство. Оперативнее всех отреагировало на поручение премьеры Медведева подготовить ответные меры в связи с тем, что ЕС на полгода продлил экономические санкции в отношении России. Глава ведомства Илья Шостаков предложил добавить в антисанкционный список рыбные консервы из некоторых западных стран. Конкретные товары пока не называются. Ранее Шостаков отмечал, что Россия уже достаточно самообеспечена такой продукцией и с импортом экзотических консервов у нас проблем нет. Сейчас под запретом находится в частности мясная продукция, овощи, фрукты, морепродукты из стран ЕС, США, Норвегии, Японии, Австралии и Канады. А вот Минпромторг со своей стороны сказал, что не будет ни сокращать, ни дополнять список. Мировые биржи смотрят в разные стороны. Главной темой на рынках по-прежнему остается Греция. Инвесторы делают ставку на то, что до конца недели страна все-таки сможет заключить договор с кредиторами. Американские площадки не делают резких движений. В США вышла слабая статистика по заказам на товары длительного пользования. В мае они снизились значительно сильнее, чем ожидали. Наши РТС и МВБ сегодня закрылись в минусе. И рубль тоже сдал позиции. Доллар на завтра 54 рубля и 21 копейка. Евро 6105. Газпром обратился к правительству с просьбой усилить контроль за платежной дисциплиной потребителей газа, заявил глава компании Алексей Миллер на селекторном совещании, посвященном газификации регионов. Если говорить о тех пожеланиях, которые есть со стороны Газпрома, они остаются теми же самыми. Это усиление контроля за платежной дисциплиной и комплексом мер, соответственно, по погашению дебиторской задолженности просроченной. И, соответственно, ликвидация отставаний тех обязательств, обращаю ваше внимание, обязательств, которые субъекты Российской Федерации брали в рамках программы газификации. А премьер Медведев отметил, что по данным Минэнерго, к маю потребители задолжали газа, газ более 160 миллиардов рублей. У регионов России появятся фирменные сувенирные духи, с их помощью в нашу страну будут привлекать туристов. Узатно появится дополнительная статья доходов, об этом известии рассказали в Ростуризме. Делается это в рамках программы «Визит Раша». Например, у Санкт-Петербурга духи называются «Эрмитаж», «Петергофские фонтаны» и даже «Некрополь» Александра-Невская лавра. У Владивостока бухта «Золотой рок» и остров «Русские», у Сочи «Красная поляна». Но вот над ароматами Москвы парфюмеры до сих пор работают. В Ростуризме считают, что российских сувениров слишком мало, в основном туристы берут, конечно, водку и матрешек. Теперь же можно, скажем, уехать из северной столицы, культурно благоухая, спокойным запахом со свежими древесными нотками. Как интересно. Да, а вот чем у вас пахнет родиной, Михаил? Юль, я вот из Владимирской области, ну не знаю, поля, луга, наверное, свежескошенная трава, цветы, запах детства. Ну вот у меня, я не знаю, если банально, наверное, про Москву, если говорить, запах в метро вот специфический. Но духи, наверное, такие, конечно, для меня никто не сделал. А мы вот посмотрим вдруг. Спасибо Юлие Бехтереву с экономическим обзором дня. А вот наши коллеги из анатомии дня выяснили, что все больше россиян обнаруживают у себя так называемую лифтофобию, ведущей программы Егор Колыванов. На прямой связи, Егор, это ведь болезнь замкнутого пространства. Михаил, не только. В первую очередь люди боятся, что изношенный лифт рухнет или двери заклинет. Трагических случаев много. Так почему же в России каждый третий лифт в любой момент может стать причиной гибели человека, но их не спешат менять? Почему ситуация сдвигается с мертвой точки только после сообщения об очередном лифте убийцы? Можно ли как-то обезопасить себя, находясь внутри кабины? Или все-таки правильнее ходить пешком? Расскажем сегодня об анатомии дня, но, конечно, будет и много других новостей. Да, Егор, спасибо. Смотрите анатомию дня в 23.20. А вот что будет в нашем выпуске после очень короткой рекламы. Семейное шоу с детьми и сексуальным уклоном. Москва требует от Риги разобраться с отцом семейства. Об этом Владимир Кобяков. Залог помог. В Киеве суд отпустил националиста, подозреваемого в убийстве журналиста Олеся Бузины. Креститель России. Выставка о рыбинном пути святого равноапостольного князя Владимира открылась в Государственном историческом музее. Как с фонатом присмотрелся Георг Дегривин. Это программа «Сегодня». Продолжаем наш выпуск. В Киеве одной из главных новостей сегодня стало освобождение из-под стражи, подозреваемого в убийстве писателя и журналиста Олеся Бузины. Известно, что Бузина критиковал новую украинскую власть. 25-летнего Дениса Полищука, арестованного несколько дней назад, выпустили под залог. Деньги, примерно 230 тысяч долларов за него, внес влиятельный предприниматель. У стен изолятора Полищука встречали как героя. Отмечу, что статус Полищука в уголовном деле официально не изменился. Он по-прежнему является подозреваемым в совершении тяжкого преступления, умышленного убийства. Ранее глава МВД Украины Аваков объявил на своей странице в Фейсбуке о раскрытии убийства Бузины, указав, что в распоряжении следствия есть прямые доказательства, изобличающие Полищука и его предполагаемого сообщника. Сегодняшнюю новость Аваков пока оставил без комментариев. Сегодня российские правозащитники пытаются установить местонахождение 43-летнего безработного Сергея Михалкина, проживающего в Латвии, а также его жены и двух детей. Они граждане России. История этой семьи уже повергла многих в шок. Долгое время отец семейства вел в интернете блог, в котором в мельчайших деталях рассказывал о своих сексуальных отношениях, причем не только с супругой, как считают в аппарате детского омбудсмена, Михалкин расслевал семилетнюю дочь, объясняя свои действия воспитательными целями. Владимир Кобяков подробнее. Это видео из интернет-дневника Сергея Михалкина. Из жизни своей семьи, жены и двух детей он сделал специфическое реалити-шоу с сексуальным уклоном. Эти кадры можно, например, показывать только в таком, отредактированном виде. А несколько других роликов из блога даже в отредактированном виде вряд ли покажешь в эфире. Другую часть видеоматериалов Михалкина нужно демонстрировать без звука. И практически везде, либо на переднем плане, либо на заднем, можно увидеть детей, семилетнюю девочку и двухлетнего мальчика. У нас отношения с дочкой совсем другие, чем у наших родителей с нами. Она видит, как мы целуемся, как обнимаемся и ласкаем друг друга. Диане нравится смотреть, как мы доставляем удовольствие друг другу. Когда дочка вырастет и нас уже не будет на земле, то она будет вспоминать нашу настоящую любовь. Сам Сергей Михалкин свое публичное жизнеописание объясняет просто. В Латвии для него нет работы, поэтому кому нравится такое шоу, могут перечислять деньги. У семьи нет постоянного места жительства, поэтому вчетвером они кочуют по Латвии и живут то в палатках, то в брошенных домах. В России первыми на этот спорный сайт Михалкина обратили внимание активисты и общественники из Воронежа. Фотографии собственного обнаженного ребенка и одного и второго. Жены, свои собственные интимные фотографии, описывают интимную жизнь с женой и в том числе с малолетней девочкой. Затем с этим случаем познакомили некоторых психиатров. Вывод – срочно надо забирать детей из такой семьи. Для ребенка идет искривление всего понятия, понимания жизни, понимания роли, именно половой роли. То есть ребенок уже не отличает плохое от хорошего, стыдно, не стыдно. Активисты некоторое время мониторили этот блок и провели свое расследование. Жена Михалкина – россиянка из Псковской области. Дети тоже, по некоторым данным, могут иметь гражданство России. Поэтому запросы отправили в МВД, Следственный комитет и в Российское консульство в Латвии. Пока точные данные не получили. Сменили дети гражданство или все-таки нет? Если у них есть гражданство Латвийской республики, то тогда, конечно, Латвийская республика, как и любая другая европейская страна, своих граждан не выдает. Не выдает. Но есть общий принцип международного права – выдай или суди сам. Пока будет решаться юридический вопрос, к решению проблемы, возможно, подключат и специалистов. Психологов, психиатров, психотерапевтов. Программу коррекции для двухлетнего мальчика, считают эксперты, разработать нетрудно. В случае со старшей девочкой все сложнее. Скорее всего, у него уже психика сломана. И нужен период реабилитации, должен быть достаточно длительный и трудоемкий. Пока в Москве пытаются разобраться с этим прецедентом, Сергей Михалкин то вешает блок под замок, то снова открывает его для свободного доступа. Владимир Кобяков, Анастасия Какина, Савва Морозов. НТВ. Рига. Москва. Сегодня полиция Армении применила силу против участников несанкционированного митинга в центре Еревана. Демонстрантов, недовольных решением властей повысить тарифы на электроэнергию, стражи порядка при помощи водометов оттеснили с проспекта маршала Баграмяна, где расположена резиденция главы государства. Протестующие направились туда вечером в понедельник, потребовав встречи с президентом Сарксяном. На предложение делегировать для разговора нескольких человек участники акции ответили отказом. Несколько сотен демонстрантов продолжали блокировать проспект до утра, и в итоге полиция перешла к решительным действиям. По данным МВД, в ходе разгона митинга задержаны около 250 человек. Ранения получили 7 протестующих и 11 полицейских. И вот сейчас в эти минуты приходят сообщения, что демонстранты вновь направились к резиденции главы государства. У них появилось еще одно требование – освободить задержанных. Жуткий смог накрыл в эти дни столицу Чили и город Сантьяго. Из-за отсутствия ветра выхлопы промышленных предприятий просто осели густой пеленой над мегаполисом. Власти вынуждены были объявить в городе режим чрезвычайной ситуации, приостановить работу заводов и запретить местным жителям пользоваться личными автомобилями. Из-за смога под угрозой срыва четвертьфинал футбольного Кубка Америки. Впрочем, организаторы матча надеются, что за оставшийся до игры день смог над Сантьяго развеяться.